Сейчас за окном наблюдала как раз-таки все эти законы уличного театра, когда то появлялась грузовая машина, то есть то дождь, то скоро будет солнце. То есть это такая непредсказуемость, которая происходит только на улице. К непредсказуемости и сюрпризам, которые может выкинуть погода, готовы. Фестиваль «Каракуз», который стал визитной карточкой города, пройдет четвертый раз. Организаторы задействуют 15 площадок. Жителей ждет уникальная программа, в которой они смогут познакомиться с тюркской культурой, поучаствовать в карнавальном шествии и присоединяться к другим событиям. Премьерой станет банный фестиваль на пляже. Чемпионы по банному искусству проведут мастер-классы. В режиме виртуальной реальности можно будет пройти по следам «Каракуз». Это еще одна новинка сезона. Участие примут и гости из других стран. У нас на самом деле фестиваль является по сути международным, уже имеет международный статус. У нас в этом году будут гости из Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Ирана, Турции, Италии и даже из Ямайки будет гость. Во время Бардовского фестиваля неожиданно, но зато приятно. Фестиваль откроет модный показ, где презентуют новые коллекции бренда одежды «Каракуз». Эксклюзивные показы представят приглашенные дизайнеры. А площадкой для обмена опытом станет второй Всероссийский форум креативных индустрий. Также в дни фестиваля официально откроется креативное пространство «Библионефть». Получается, форум превращается в российскую креативную неделю. По факту, вместо стартопланов все выстраивается и много направлений, которые уникальны. Уличные театры подарят зрителям интересные представления. Например, на каскаде прудов можно будет посмотреть одно из них в шкафу. А самым масштабным станет карнавальное шествие. Участие в нем принят 11 городов России. И это не все. Приедут на праздник и гости из Италии. Карнавальное шествие оказалось, ведь это не только мы, артисты. Это горожане, это гости, и это какая-то, я не знаю, смесь творчества, смесь дружбы, лето. И я когда это увидела, как на тарелке, обалдела от масштаба, потому что это говорит о том, что это востребовано. Люди хотят объединяться, окунаться в эту карнавальную атмосферу и двигаться с нами, соглашаться на любые эксперименты, которые происходят в уличном направлении. Одним из ярких событий станет фестиваль современных танцев. Лучшие хореографы и победители танцевальных проектов проведут мастер-классы для желающих. У нас будет сцена, небольшая, крытая, потому что мы столкнулись, как уже больно срожиданно отметила, с явлением погодных условий. Но тем не менее, каждый из тех, кто готов, в принципе, прикоснуться к современному танцу, готов на любые условия, самое главное, чтобы было почу укрыться. В Альметьевск приедут Сергей Жилин и фонограф джаз-бэнд, знаменитый джазовой певица из Турции, и Юль Иргуль, Мот и Дмитрий Маликов. И много других гостей, всех невозможно перечислить. Как и события – концерт джаза, вечер бардовской песни, гастрономический фестиваль, который заслуживает отдельного рассказа. Фестиваль «Каракуз» пройдет с 19 июля по 4 августа. Маргарита Трегубенко, Ильин Урзалятов, Новости Юго-Востока.